Сделаешь из нее игушку, и там где у нас личико, возьмешь розовизну, желтоту, без всякого разжижения. Влаги на холсте предостаточно, и перемелишь то, что является лицом, на более сухое, то есть красочка уже не будет здесь такая мокрая. Это тоже скоро перестанет быть мокрой, разбавитель улетучится, но нам надо работать дальше, а нам мешает мокрость. Перемелишь, часть мокрости уйдет в кряпку, часть мера ее достаточная останется, то есть я как бы перемеливаю, перетираю, настаиваю на малом количестве вещества и на более вязком. Доберешь коричневый, розовый и поищешь идею волос. Чуть-чуть, да, чуть-чуть идея волос, ты видишь, тряпка справляется с задачей вполне. Вот такие поищешь, поищешь, накидаешь какие-то закрутелики. И стена, пусть будет, это по-своему интересно, мы ее немножко мастихином, немножко, может быть, пальцами сделаем такой более решительной, более... Мы пожестикулируем здесь. Наоборот, глухое и темное пространство сделаем глухим и темным. Особенно возле личика, особенно возле волос, а здесь может быть немножко... То есть глухота нам нужна вот в этом пространстве. Наштрихуем, плашмямо стихином наштрихуем, наштрихуем вот эту мутоту, глухоту тональную и цветовую. Не какость такую создадим. Здесь наоборот, какость создадим, а здесь не какость. И потом в это пространство, коричневый, розовый, начнем поиск рисунка. Начнем поиск. Можно и желтенький чуть-чуть добавить. Губочки, кончик носика. Сначала смайли лица. Глазные впадинки. Глазные впадинки. Амбразурки глаз. Сначала как амбразурки. Ты видишь ракурс, как бы вид сверху. А этот ракурс будем стараться учитывать. То есть все хочет по вот этой траектории быть. Ты видишь и глаза, и брови захотят по этой траектории. И по чуть-чуть начнем уточнять, уточнять. Хорошо? Давай. Увеличить, может быть, подбородочек. И чуть удлинить. Удлинить. Лобик поднять. Сморщенное стало. Чуть-чуть его. Там есть легкий намек на сморщенное. Но ты его преувеличиваешь. Хорошо? Как все нормальные детки, поворачиваешь лицо. Вот деткам, если этого еще в малую степень, другие еще больше разворачивают. Ты его устремляешь в фаз, а оно устремлено в 3 четверти. Все детки так делают. Мало того, когда они видят профиль, они говорят, а где второй глазик? Вот. Ну, вот эта идея, она здесь происходит. Поэтому чуть-чуть, ну, у тебя это не в сильную меру, но тоже произошло. Чуть-чуть все-таки отгоним носик вот сюда. Вот сюда. В 3 четверти. Очень хорошие меры вещества. Очень. Видно, что что-то уже умеешь. Ничего не умеешь. Берем теперь более светлый и немножко с желтинкой. Свет желтит, собственный цвет тела розовит. Зная эту технологию, мы на фотографии, что бы мы ни видели, мы знаем, что плавит. Итак, тень розовит, оранжевит, свет желтит. Знание этого дает правильное решение свету и тени. Вот такая дымчатая, малая мера вещества. То есть, достаточно вязко, как тональные кремы на лице. Хорошо укладывают красочку. Если меры вещества не соблюсти, то моделирование будет трудным. Если мера вещества соблюдена, то очень даже удобным. Плюс идея штриха по цилиндру. Все время чуть-чуть толкаем краску в этом направлении, создавая идею закругленности. Допустим, кладем нос, формируем какой-то там рисунок этого носа, а потом сталкиваем краску, загоняем в это движение. И появляется круглость выпуклости. Красный, коричневый, плюс желтота будет усложнение цвета. Такая некоторая янтарность цвета. Красивенький цвет губам найдем. Парни детальны или размазанны? Ух ты, как это будет. Сначала работаем очень приблизительными звучаниями. Не торопимся браться за кисть и делать жесткий рисунок. Жесткий рисунок, мы тут сразу имеем провал. А пока мы работаем в области приблизительного, угадывательный характер выручает нас неопытных. Согласны, что в этом угадывательном можно угадать эти губы? Чем они будут точнее, если мы более вырисовываем, то, соответственно, точность должна быть либо идеальная, либо будет внятно не она. Торчание носа очень хорошо выделяется светом под носом. Сразу появляется идея торчания носа. Амбразурки глаз. Сначала амбразурки. Просто вот амбразурка. Одна смотрит по этой траектории, другая смотрит по этой траектории. Потом внутрь амбразурки еще более темные зрачочечки. И уже потом, сначала мастихином, а потом кистью, появятся светлости. Но светлости в области темного пятна всей глазной впадины. Пятно впадины темнее, чем все остальное. Намек на бровочки, намек на темные проявления другие. Все чуть-чуть понамекало, понамекало. И потом уже с кистью начнем уточнять. Поправишь его, чтобы он был. Смотри, как красочка легко подвигается. Взяла, сокрыла вот эту. То есть, сначала в области мутного действуешь. Хорошо? Волосиком. Коричневый, розовый. Поддашь конфигурацию. Вот этой конфигурации. Крупные мазочки дают эффект этих локонов. Правда? Смотри. Причем кисть не всегда легко справляется с этим. А пальцевая укладка, ты видишь, довольно вкусна. Она очень приблизительна, но вкусна. И чистые волосы, когда они буквально вот как шелк струятся. Вот они. Удобно создаются вот этим. Все места ощупать самой. Немножко обозначить вот это. Взять тряпку, взять белило. И в районе шеи, груди, немножко набрать белил. Не до самого низа, а сначала где-то вот здесь. Хорошо? Не полностью-полностью. А вот так, чуть-чуть. То есть она у нас чуть-чуть будет таять. Вот здесь. Таять. Давай так. Ну и волосики со всеми выкрутасами. Пальцами пока. Все по-импрессионистически. Со скулами. Ага. Молодец. Прямо с культуркой. Так, ну и теперь берем кисть и начинаем уже уточнить именно. Мощная теневая. Здесь навязать ее. Эту теневую тоже навязать. Она почти трафаретна по отношению к свету. Ты видишь, да? Почти трафаретна. То есть как бы свет и как бы тень. Хотя там есть полутон, но так вот в целом, если смотреть на пятно, оно трафаретное. Губочки, это червячки по высоте. Поэтому чуть-чуть навяжем этот червячковый характер губ. Понятно почему, да? Это не вдоль, а поперек. Это губочки, которые червячком поперек. Таких вещей не боимся. Здесь место для того, чтобы сейчас временно облокачиваться. Смотри, я начал вырисовку губ не снаружи губ, а как бы изнутри. То есть щель между губами актуальнее, чем очертания губ. Мало того, ты видишь, я сейчас губам сделал приятный цвет. Он был никакой, да? А стал приятным. То есть сначала стоит губам дать просто приятный цвет. Тоже по такой траектории, которую потом можно пустой кистью чуть-чуть адаптировать. Вкусненькие стали. Даже сладкие, да? Как клубничка немножко. Очень любит подрезку, уточняющую вот это место губ. Поскольку оно сильно торчит, чтобы оно выразилось, это торчание, делаем эту подрезочку. Еще торчащий нос любит подрезку снизу носа. И это сразу дает ему идею торчащего. Нос стал торчать. кладем. И до поры разбиваем в штрих по цилиндру. и только финишная укладочка уже не будет разбита. Уже так разбита не будет. Свет не упирается в самую теневую, потому что нос поворачивается постепенно. Не обрезанно, не остроугольно, а постепенно. Очень любит свет вот эта верхняя площадка подбородка. Сразу зазвучало, правда? Ну и дальше уточнительно. Вот тоже вырезанность вот этого пятна тоже вынудит нос торчать. Вынуждает? Угу. В рамках теневой подложили вот это пятно превышло от носа. Намек на ноздричку. Намек. Обрати внимание, нос я делаю как бы галочкой, да? Галочкой. не ровной площадкой, хотя есть намек на ровную площадку, но я усиливаю идею галочки. Лепко, да? То есть правильный план действий дал лепкое состояние, живописное состояние, скульптурное состояние письма. еще прежде чем уложить, можно себе было создать идею конструкции. и безıyla и скульптурный 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 отбор тоже красиво. Нет? Нет, но мы не можем, нет? если, что-то мы не можем, когда сейчас будешь укладывать вот эти пятна чуть-чуть сбивай или не создавай жесткий рисунок сбивай жесткий рисунок будь как бы приблизительно чтобы не жесткий рисунок это либо очень четкое изображение то есть идеально посажены линия либо она будет вопиющий не точна и разрушать будет идею схожести брови прежде чем появиться чернявыми должны сначала появится краснявыми по логике такой что теневая тело краснит а световая желтит теневая краснит бровь отбросила тень на тело и она в этом месте краснит только после этого сюда приходит чернота и создает уже идею черных волосинок уголочки любят быть подчеркнуты еще любит светик вот это место видишь что я губы не очерчивал сознательно то есть что происходило после как они были мутными появилась вот это пятно которая выявила вперед появилась щель которая была выявила края появился свет здесь который выявил подбородок но все вместе выявили губы вот эта размытость в очертании в краях она уместна и даже желательно когда ты придешь музей ты увидишь что классики губочки размывают как после поцелуя то есть когда губы не кричат своей очерченностью то есть после поцелуя губочки мало равны своим пределам они как бы размазывают сам силу кровеносных сосудов большой кистью оранжево принесешь чиркательна чиркательна вязкой краской без малейшего разжижения в эту среду чиркательна непонятно где зашла кисть непонятно где вышла чиркательна идею множества волос идея множество произойдет от полосатости кисти крупной кисти они мелкой обычно берут мелкую кисть и пытаются сделать вот такую толщину это невозможно наоборот широкой кистью возможно и накрутишь навертишь ну если хочешь что-то сотри и сама попробуй а а а а а а а а